всем привет сегодня у нас среда 1 октября сегодня начался инктобер это челлендж состоит в том что нужно рисовать каждый день и предпочтительно черными красками или тушью или лайнером в общем чем-то черненьким и я выбрала себе тему алиса стране чудес точнее алис madness returns игра моя компьютерная просто обожаемая и вот различные элементы из этой игры вот это вот все я очень часто говорю вот это вот все вот их рисую стилизирую потом обрабатываю под почтовую марку и так и и буду выкладывать весь месяц и так буду рисовать весь месяц вот сегодня сегодня должен быть очень классный очень веселый день у нас приехал друг из калининграда как всегда когда у нас приезжают друзья или случается ну что-то такое не непредвиденное общем когда есть достаточно веселое классное времяпрепровождение мы переносим спортзал и так далее ну то есть как-то представляем свои планы которые ежедневные будничные потому что их то можно всегда осуществить а с людьми время провести ну не знаю конечно будем гулять по центру будем опять фотографироваться делать какие-нибудь косплеи не знаю на советских актеров видимо сегодня потому что у еще свитера такие своеобразные будут у меня такой наряд еще все увидите конечно опять же это все не так что планируется миллиард лет просто какая-то идея в голове и все вот так это происходит и как часто бывает в такие приезда друзей мы вот так днем до вечера до темноты скорее всего потому что сейчас часов 8 темнеет уже не лето 8 7 уже уже ощущение что ночь вот мы гуляем сначала днем до вечера а потом едем к нам или вот в гости как в последнем влоге и там уже смотрим какие фильмы иногда даже даже смотрим то что отсняли в течение дня тут же это очень странно когда ты как бы проживаешь день а потом еще его записи смотришь ты куда было классно да это не знаю не каждый такой поймет но нам от этого прикольно планы вот такие фотоаппарат беру с собой буду снимать много иногда рисую себе вот такие двойные стрелочки называют выпусками забавно насколько раньше я абсолютно представить себе не могла что можно выйти из дома без туши без какого-то насыщенного макияжа глаз я чувствовал себя буквально голой и что у меня такие блеклые маленькие глаза с русыми светлыми ресницами сейчас же я ну не через раз может даже реже но раз в неделю наверное только пользуюсь тушью все остальное время это вот помада и брови и все это очень облегчает и жизнь и ощущение себя и насколько наверное первый раз вот когда я начала эти свои фотосессии этичного гардероба и вот первый раз когда вышла без глаз в смысле без макияжа глаз и пофоткалась и я помню что я смотрю фотографии думаю а где разница то есть в чем разница с тем когда очень накрашенная с тем где я практически не накрашен и так ведь не только у меня так на самом деле у всех но из-за того что девчонки привыкают к этим ресницам неважно накрашенным или нарощенным к каким-нибудь ярким скулам или еще чему-то такому они полностью отвыкают от своего естественного отражения в зеркале когда вечером ты умылся и сидишь дома и из-за этого начинаются комплексы и начинается вот это вот ощущение голого себя когда ты на улице без вот этой штукатурки и ладно бы я говорила о том что это вредно для кожи или там еще какие-то нет это вредно для психики в первую очередь ментальное здоровье в первую очередь если в порядке будет она то это все будет не нужно а любыми ужасами насчет негативного влияния на кожу на глаза на слизистые мне кажется не запугать девочку если она просто комплексует и неуверенно в себе доброе утро а потом давай я все снял долгое видео пока это видеоблог юля это видео это чё такое еду готовить мы обвините скорее пошли али на работе путин не рассказывает отключайте gps или включайте неважно все равно дойдут вот они три красавцы о боже как красиво и это видео фотки уже сделаны чтобы еще дальше был чтобы колеса на короче период один делает ближе 2 делает дальше 3 ближе и получается что как будто чуть-чуть ближе два и ну но он и Субтитры делал DimaTorzok А теперь быстро скатываемся отсюда Я могу сейчас рассказать, что мы не пошли в музей игровых автоматов Крутит свою бандуру АСМФ 5 И что? Будет? Подожди! Ну так и что? Мы не пошли в игровые автоматы из Советского Союза Да, мы вместо этого гуляем в центре Вот мы идем Почему мы не пошли в игровые автоматы? Выглядят как на помаженные хипстерские игровые автоматы Которые нашли на барахолке за бесценок Починили просто и все У них нет души Сколько вырезать-то, а? Сколько монтировать? Ужас! Если это вырезать, то вообще все придется вырезать А еще Юлька мне вчера, кстати, сказала, когда мы уходили Она мне на ухо шепнула, типа Спаси меня, ненавижу коммунизм Какая мразь Коммунировать Коммунировать Мразь Коммунировать Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Решила дома тоже подержать камеру, как истинный влогер. А последнее, что вы видели, это картиночки-рисуночки для Инктобера. Опять в видео было много друзей, много прогулок, точнее только это и было. Также 4 октября, в эти дни, когда я снимала влог, выпало день рождения моего мужа. Ну, мы его по-семейному очень простенько отметили. Это вот где хачапури и шампанское был кадр. Так что тут особо снимать было нечего. Какие-то свои рассуждения на тему ухода за собой в стиле минимализма, о котором я уже упоминала, я решила всё-таки сюда не вставлять. Лучше снять про это какое-то отдельное видео, пусть даже оно будет разговорное. Но не знаю, мне кажется так, я более серьёзно подойду к этой теме. Ну, а как вывод этих дней, хочется сказать, что самое классное всё-таки времяпрепровождение, оно всегда на улице, это всегда прогулки. Даже если вы не попадёте в музей, на выставку или в любое место, в которое планировали, всё равно главное дома не сидеть. Дома и в ресторанах, в каких-то заведениях. Я в принципе боюсь такого какого-то комплекса взрослости, то есть мне не нравится строить из себя человека старше, чем я есть, не нравится казаться суперважной, суперуспешной. А когда вот как раз-таки вместо того, чтобы гулять по улицам, ты гуляешь по барам и ресторанам, у меня лично появляется такое чувство. А я не хочу, я хочу быть девчонкой, которая носится, всё фоткает, радуется погоде, листочкам, миру, веточкам, вот этому всему. Это про меня. А я уже говорила, что мне всегда важно очень быть собой. И так же и с домоседством. Когда к нам приезжают в гости друзья, допустим, зимой или, ну, когда плохая погода, и мы сидим дома, даже если пересмотреть все самые классные сериалы или самые смешные видосы, это всё равно не то же самое. И с этих встреч всегда меньше супер офигенных воспоминаний, чем вот с таких прогулочных. И ещё у нас есть фишка, которую мы уже больше года, даже, наверное, полтора года повторяем и повторяем. Это косплей. Мы это называем косплеями. Когда мы, случайно, абсолютно не придумывая заранее, что это будет, фоткаемся, а потом, ну, то есть, либо в процессе прогулки, либо потом понимаем, что это на что-то похоже. А так как у нас у всех хорошая насмотренность, хороший вот этот багаж просмотренных фильмов и фанатизма по знаменитостям, нам как-то легко и органично удаётся это сделать. Это вот наше такое хобби с друзьями. Думаю, буду снимать дальше. Мне хочется всё-таки сделать полноценные 7 дней, так же, как и было с влогмусами. Поэтому ещё увидимся. Спасибо, что смотрели. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!